Ракета, коллайдер, томограф и даже воздушный шарик без него никуда. Самый ценный компонент природного газа – гелий. И скоро у нас его будет больше всех. Это будет крупнейший завод в России. Он будет вторым по величине, по мощности в мире. Но по производству гелия это будет крупнейшее производство гелия надолго. Учат в школе. Как готовят специалистов для работы на самом крупном газоперерабатывающем заводе России со школьной скамьи? Я планирую стать химиком-технологом. Внушительный проект и реальные перспективы. Какие социально-экономические возможности даст строительство Амурского газоперерабатывающего завода в регионе? Микрорайон запроектирован полностью также со своей социальной инфраструктурой. Там предусмотрена школа, предусмотрен садик, предусмотрена своя поликлиника, предусмотрена своя инженерная инфраструктура. Дальний Восток. Амур. Это и самая длинная река в регионе, и краснокнижный тигр, и перспективная ракета-носитель на метане. А последние годы Амур ассоциируется еще и с самой большой стройкой в России. В 20 километрах от города Свободный готовится к пуску Амурский газоперерабатывающий завод. Это важнейшая точка на восточном газовом маршруте. Глубое топливо сюда будет поступать сразу с двух крупных месторождений. Кавыктинского, это в Иркутской области, и Чаиндинского, в Якутии. Ну а далее в рамках 30-летнего контракта в Китай. По этим трубам газ силы Сибири приходит на Амурский газоперерабатывающий завод. Сегодня здесь трудится более 30 тысяч человек 23 национальностей. Проектная мощность 42 миллиарда кубометров газа в год, что сделает его одним из крупнейших в мире. На площади, которую занимают все объекты Амурского ГПЗ, легко можно разместить 40 Ватиканов, 9 Монако или одно островное государство Науру. Для любителей футбольных полей тут их поместилось бы 1100 штук. Но в самом начале стройки здесь было не плато, а сопки. При подготовке площадки был природный перепад высот 60 метров. Поэтому нам пришлось спланировать эту площадку, выполнить вертикальную планировку, переместив 35 миллионов тонн грунта. Если перепад был 60 метров, то сейчас он составляет не более 15 сантиметров. Колоссальная была работа на 800 гектаров. Это наша территория, территория площади завода. Подготовка к строительству шла с 2007 года. За это время пришлось не просто выровнять землю, но и уложить почти 30 километров автомобильных, около 40 километров железных дорог и присоединить их к Транссибу, а также навести мост и построить причал. Например, в период навигации в 2020 году морским и речным транспортом на причал Амурского ГПЗ было доставлено 50 единиц крупно-тоннажного оборудования общей массой около 8 тысяч тонн. Работы шли не только на суше. Мы привели в порядок реку Зея, обеспечили ее судоходное состояние. Буквально два года мы занимались дноуглубительными работами. Создали отдельный флот, 7 буксиров с низкой осадкой, несколько барж с низкой осадкой для доставки вот такого оборудования, которое почти тысяча тонн весит одна единица. Речь идет о специальных колоннах для разделения природного газа на компоненты. Их доставляли по Амуру и Зее, а с причала при помощи специальных самоходных транспортеров уже непосредственно на стройплощадку. 24 километра одна колонна преодолевала за три дня. Всего таких колонн на заводе 6 по числу технологических линий, а сама переработка устроена следующим образом. Природный газ, который приходит на завод, состоит из разных компонентов. Это метан, этан, гелий, а также пропан, бутан и пентан-гексан. Сначала сырьевой газ проходит осушку и очистку, а затем поступает в колонны газоразделения. Там с помощью экстремально низких температур идут процессы выделения ценных фракций. После этого товарный газ дожимается на дожимной компрессорной станции и с давлением не менее чем 5,6 мегапаскаль поступает в силу Сибири. За строительство каждого участка отвечает свой подрядчик. Всего их около 60. И здесь один из лучших примеров международного сотрудничества. На стройке сегодня трудится порядка 33 тысяч человек. Помимо граждан России, турки, китайцы, казахи, сербы, итальянцы, немцы и многие другие. Всего 23 национальности. Однако трудностей с переводом говорят нет. Мы с индусами и филиппинами по английский язык общаем, с ним договориться. С узбеками и кыргызами мы учили и турецкий язык. Да, с ним общаем турецким. Однако разница в подходах к решению вопросов все-таки есть. Турецкие люди не любят такие бумажные работы, да, например. И русские очень любят, например, бумажные работы, такие процедуры, там, такие много. Отдельный этап стройки – приемка объектов. Каждый день у руководителей обход с инспекцией. Если что-то идет не по графику, отклонение обязательно заметит внешне хрупкое и обаятельное, но с твердым характером внутри заместитель директора по строительству. За много лет у нас сложились достаточно правильные взаимоотношения со всем коллективом, с моим собственным, с подрядчиками. И ни у кого даже сомнений не вызывает, как бы выполнить мое поручение или указание, или задание, или ответить на тот вопрос, который я задаю. Каждый, с кем мы успели пообщаться за несколько съемочных дней, прекрасно понимает возложенную ответственность и значимость этого объекта. Мы гордые, первые для работы с Газпром, знаем прекрасно, что это мировая и огромная компания. И отношения, могу сказать, четко, пунктуально и, конечно, важно соблюдать все сроки на вот этот объем огромный. 38 миллиардов кубометров. Именно столько метана в год Газпром обязуется отправлять в Поднебесную в рамках 30-летнего контракта, подписанного в 2014 году. Это самая высокая точка Амурского газоперерабатывающего завода, 86 метров над землей. В этой колонне происходит процесс деметанизации, то есть выделения из природного газа смеси метана, азота и гелия. Ну а выглядит этот процесс следующим образом. Внизу этой колонны комнатная температура порядка 10-20 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы выделить этан, пропан, бутан, пентан и гексан. А на самом верху, наоборот, опускают температуру до минус 110, что позволяет перекачать метан, азот и гелий в следующую установку – деазотирование. Там еще холоднее – минус 162. Это температура сжижения метана. Оставшийся азот не выдерживает 196 градусов, а самый морозоустойчивый – гелий – становится жидким при температуре минус 269 градусов. Как только Амурский газоперерабатывающий завод выйдет на полную мощность, на экспорт в Китай пойдет чистый метан, как и предусмотрено контрактом. Остальные ценнейшие компоненты останутся в России. А это до 1 миллиона тонн пропана в год, до полумиллиона тонн бутана, до 200 тысяч тонн пентан-гексана, 2,5 миллионов тонн этана – так необходимые для российских химических производств. А также 60 миллионов кубометров гелия, что выведет нашу страну в лидеры по производству этого газа. Мировой рынок гелия по разным оценкам составляет порядка 170-190 миллионов кубических метров в год. Крупнейшими запасами обладают США – 18%, Катар – 21-25%, Алжир – 17% и Россия – 34%. Это будет крупнейший завод в России. Он будет вторым по величине, по мощности в мире. Но по производству гелия это будет крупнейшее производство гелия надолго. Ближайший к нам конкурент имеет в полтора раза меньшую мощность производства гелия. И тот ресурс, который имеет чиньгинское и коктинское месторожение, позволяет нам в будущем стать абсолютным лидером по производству этого продукта на мировом рынке. Гелий там, где высокие технологии. Он необходим для работы томографов. Его используют в космической отрасли, в научных исследованиях, а также приборостроении. Россия обладает крупнейшими запасами гелия. Но при этом производит всего 5 миллионов кубических метров. Это лишь 2,5-3% мирового рынка. Более того, Россия самодостаточный игрок, так как мы потребляем примерно тот же объем гелия, который и производим. На Амурском заводе предусмотрено 3 отдельных производственных линии для гелия. Мощностью по 20 миллионов кубометров в год каждая. Сейчас полным ходом идут пусконаладочные работы на первых технологических линиях. И нам удалось узнать, как проходят работы на установках у Александра Горшкова. Установку мы запускаем в несколько этапов, постепенно повышая давление до рабочего. Затем начинаем циркуляцию газа до достижения нормальных рабочих температур. Александр переехал с семьёй из Оренбурга 2 года назад. Там он тоже работал на газоперерабатывающем заводе. Год пришлось снимать квартиру в свободном, пока ждали корпоративное жильё. Ну а после сдачи нового дома заехали в просторную трёхкомнатную квартиру, а жена Наталья теперь работает в медицинской службе на АГПЗ. Активно строящийся завод уже оказывает позитивное воздействие на социально-экономическую сферу не только свободного и его окрестностей, но и всей Амурской области. Для города и района позитивный эффект очевиден – это развитие инфраструктуры, новые рабочие места, повышение образовательных возможностей и дополнительные налоговые поступления в бюджет. После того, как уедут строители, на заводе будет работать порядка 2,5 тысяч специалистов. Для того, чтобы решить их квартирные и бытовые вопросы, «Газпром» в 25 километрах от завода строит новый жилой микрорайон. Микрорайон запроектирован полностью также со своей социальной инфраструктурой. Там предусмотрена школа, предусмотрен садик, предусмотрена своя поликлиника, предусмотрена своя инженерная инфраструктура – это котельная, воссы, косы, свой водозабор, своя пожарная часть, свой торговый центр, свой развлекательный, огромный просто развлекательный центр. И также комфортабельное жилье. Это будет 42 пятиэтажных дома с просторными меблированными квартирами и 36 таунхаусов. Ну а кадровый вопрос компания решает не только нанимая специалистов на открытом рынке, но и взращивая свои таланты. Компания открывает «Газпром-классы». По всей стране их уже 26, в «Свободном» пока один, но уже есть первые результаты. Первый «Газпром-класс» был набран здесь в «Свободном» в 2017 году. В 2019 году, соответственно, выпустился. 13 ребят сейчас проходят обучение в качестве студентов в вузах технической направленности. По их пути пойдут сейчас ребята 2021 года выпуска. То есть у нас 21 человек. У нас один юное дарование, как говорится, уже настроены. Они выбрали для себя конкретные вузы. Причем ребята не только уделяют особенное внимание изучению точных наук, математики, физики, химии, информатики, но и посещают непосредственно свои будущие рабочие места. Неудивительно, что многие уже знают, кем хотят стать. Я планирую стать химиком-технологом. Я иду по направлению информационных вычислительных технологий. Я буду химиком-технологом. Безусловно, таких увлеченных любимым делом еще со школьной скамьи специалистов будут ждать в Газпроме на самом крупном и современном заводе. И это еще один стимул для молодежи оставаться на малой родине. А сегодня Амурский ГПЗ готовится к пуску первой линии. В этом году завод выйдет уже на 50% мощности, а к началу 2025 года завод заработает на полную мощность.